Александр Русаков носит последние штрихи уже в нашумевший в социальных сетях ледяной противокоронавирусный трон. Говорит, идея с троном навеяна совсем не игрой престолов, а индийской философией о внутренней энергии, всевеличественной и всепоглощающей. А сам трон – образ собирательный, и Барнаулиц увидит в нем прежде всего русские мотивы. Сальвадор Дали говорил, почему я делаю то, чего не знаю, что я делаю. И некоторые люди говорили, так такого не может быть, вы пишите картину и не знаете даже, как она называется. Он говорит, а мне не надо знать, я вначале пишу, а потом называю. Ну, практически у меня где-то вроде что-то этого. Творчеством Русаков занимается еще со школы, начинал как художник. Пионером рисовал на стенах Ленина и Сталина, за что, говорит, получал. В возрослом возрасте перешел на живой материал. В теплое время года он вырезает фигуры из дерева, а зимой переходит на лед. И так много лет. Морозов мастер не боится, работает налегке. Говорит, закаляется 30 лет, поэтому во время творчества куртку снимает, чтобы не отвлекало. Этот ледяной трон – всего лишь маленькая крупица большой творческой задумки автора, которую он построит и реализует по всему городу Барнаулу. Следующий на очереди двор на улице Сиреневой. Сейчас Сан Саныч присматривает место для своих творений. Жильцы дома сами попросили сделать здесь зимнюю сказку и даже сами готовы помогать. Предоставили нам жилье, даже продукты питания. Говорит, только пожалуйста, ребята, сделайте хорошо. И когда люди делают такие вещи, просто трудно им отказывать, понимаете. Даже приходится к таким людям идти, а не к тем, кто деньги большие, великие дают. Самое главное для нас и для этого всего была красота. По плану мастера во дворе появятся ледяные скульптуры для красоты. В середине двора залют каток, а вокруг него Сан Саныч задумал две двухметровые горки. С высокими бортиками. Жильцы говорят, власти сейчас горки не разрешают. Поэтому свой досуг люди организуют сами. Вестница будет идти, дождь просто. Дождь будет. Появятся ли у Сан Саныча другие объекты этой зимой, не уточняет. Мастер открыт к предложениям. Особенно, когда речь идет о создании праздника в этот непростой год. Но одной задумкой он с нами поделился. Бронзовый памятник ко дню защиты животных. На него у Сан Саныча почти год. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.